Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начнём с некоторых оперативных вопросов. Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Дмитрий Анатольевич не уберегли, кто же приболел. Вернее, расскажите, что реально у нас происходит в борьбе с этими заболеваниями. С гриппом и какова перспектива здесь, имею в виду в том числе и вакцинацию. Пожалуйста. Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы начали подготовку к данному сезону гриппа с марта 2016 года, когда получили информацию от Всемирной организации здравоохранения по актуальным штаммам вакцинальным. И за период с апреля по август мы наработали 4 отечественные вакцины, которые заходят в эффективные и безопасные. И это позволило нам в этом году нарастить существенно объёмы вакцинации до 56 миллионов человек за счёт государственных средств. Это более чем 38% всего нашего населения. Но если вспоминать 2011 год, это было всего 26%. Кроме того, последние два года мы ввели сочетанную вакцинацию против гриппа и пневмококовой инфекции у больных из грипп риска. Это позволило нам за 5 лет снизить заболеваемость гриппом в 3,6 раза. И существенно снизить долю осложнённых и тяжёлых форм. В этом сезоне грипп пришёл осенью, и пик уже проявился в конце декабря, последние декады декабря. Даже в самый разгар данной эпидемии Всемирная организация здравоохранения оценивала в России её интенсивность как среднюю. Важно отметить, что из всех лабораторно подтверждённых случаев гриппа только 4% были привиты. 96% — это люди, которые не были привиты от гриппа своевременно. У нас в этом сезоне в 20 раз снизилась смертность от гриппа, летальность, частота смертельных исходов среди заболевших по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, несмотря на эпидемичность текущего сезона. Фактически у нас сейчас летальность составила 0,3 промилле. Это один из самых низких показателей и в мире, и у нас в стране. И, как я уже сказала, у нас уменьшилось количество тяжёлых форм. Сейчас у нас активно грипп уходит. На текущей неделе у нас превышение эпид-порога остаётся только в 5 регионах. 2 — Центральный федеральный округ и 3 — Сибирский федеральный округ. А на прошлой неделе это было 17 регионов. Изменился штамм гриппа. Это тоже важный показатель. Эпидемический штамм составляет менее 15% сейчас. В основном это уже грипп группы B. И по всем прогнозам грипп уйдёт полностью где-то во второй половине апреля текущего года. Но хочу отметить, что 2 марта ВОЗ уже объявила штаммы, актуальные для следующего сезона. И мы утвердили их специальной комиссией при Министерстве здравоохранения. И в ближайшее время приступаем к наработке вакцины уже на следующий сезон. Поэтому надеемся, что ситуация удержалась позитивно. Хорошо. И по демографии как у нас? По демографии мы имеем предварительные данные Росстата. Владимир Владимирович, можно сказать, что демографические показатели, определяемые состоянием здоровья россиян, улучшились. Продолжительность жизни увеличилась на полгода. По предварительным данным до 72 лет. У женщин свыше 77 лет. У мужчин 66,6 годов. Но прежде всего это отражает снижение смертности во всех возрастных группах. У нас умерло в 2016 году на 17,5 тысяч человек меньше, чем в предыдущий 2015 год. Важно отметить, что очень значительно на 18% за один год снизилась материнская смертность. Она достигла небывалых, на самом деле, величин для нашей страны. 8,3% на 100 тысяч родов. А в 2011 году это было 16,2%. То есть за 5 лет это в два раза на 48%. Младенческая смертность тоже снизилась на 8%. Составила по результатам года 6 на 1000 родивших с оживыми. Но в январе текущего года, 2017, уже 5,1%. И таким образом, опять-таки, за 5 лет у нас младенческая смертность снизилась более чем на 40%. И уже на сегодняшний день в 56 из 85 регионов младенческая смертность ниже 5. Ну, что соответствует лучшим мировым показателям. В целом, в группе детей до 18 лет у нас снизилась смертность на 8,5%. А за 5 лет более 30%. У трудоспособного населения на 3,5% за год и более 10% за 5 лет. И у лиц старше трудоспособного возраста на 0,8% за этот год. И, соответственно, снизилась на 5,5% за последние 5 лет. Таким образом, в целом, смертность во всех возрастных группах снижается. Вместе с тем, надо отметить, что у нас меняется структура населения. И у нас за один год на 2,5% увеличилось число людей старше трудоспособного возраста. Сейчас уже это 24,5%. И в результате общая смертность она тоже уменьшилась, но не столь значима, как в отдельных возрастных группах на 0,9%. Хотелось бы еще отметить, Владимир Владимирович, что кроме смертности, есть такой важный интегральный показатель продолжительность здоровой жизни. То есть жизни, не обремененной хроническими заболеваниями инвалидности. Вот за последние 10 лет у нас этот показатель нарос на 4,5 года. У мужчин на 5,5 лет и у женщин на 3,5 года. И он составил, по данным 2015 года, на начало 2016 года, 62 года. И в этом году будут чуть позже показатели. Но мы уверены по тому, как анализируется система, что показатель тоже не растет. И последнее, если вы позволите, хотелось бы отметить, что здравоохранение вносит свой вклад и в поддержание рождаемости в стране, и в увеличении рождаемости, прежде всего в двух направлениях. Первое направление – это профилактика абортов. Соответственно, хотелось бы сказать, что за 5 лет мы создали сеть полторы тысячи кабинетов и центров при всех женских консультациях и родильных домах помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это медико-социальная поддержка, психологическая поддержка. Благодаря этому у нас за один год на 8% снизилось число абортов, на 58,5 тысяч случаев. А за 5 лет на 25% – это 247,5 тысяч случаев абортов. И второй момент – мы развились в плане репродуктивного здоровья и восстановления репродуктивного потенциала. В 2013 году только ЭКО и экстракорпоральное оплодотворение было введено в УМС. И с 2013 года в нашей стране женщины и мужчины из бесплодных пар стали получать бесплатно это лечение. В этом году мы уже сделали 47,5 тысяч ЭКО, а на текущий год, 2017, запланировано 62 тысячи ЭКО бесплатно. И это не только увеличение числа, но при этом еще существенное повышение эффективности. В целом по стране эффективность составляет более 30%, то есть каждый третий цикл ЭКО выходит в беременность. Поэтому мы надеемся работать в направлении и снижения смертности, и повышения рождаемости. Окончательные данные Росстат представит 2 июля по итогам года. Хорошо. Вот смотрите, у нас снижение смертности происходит по всем основным группам заболеваний. Наилучший результат в борьбе с туберкулезом 16,7% минус, но самый скромный это новообразование 0,8%. Я к чему говорю? Потому что есть над чем работать, и нужно вот это иметь в виду. Ну, вы сами об этом знаете. Что касается достижения исторического минимума по детской и материнской смертности, это, конечно, очень хороший показатель. Просто это тот случай, когда внимание нельзя ослаблять к этим темам. Стоит только немножко отпустить, и ситуация будет меняться. Поэтому надеюсь на то, что вот так вы будете настраивать всю систему работы. Спасибо. У нас очень была холодная во многих регионах страны и снежная зима, и вот достаточно быстро мы видим изменения ситуации. Весна быстро наступает. Как мы готовы к паводкам, с одной стороны, и к предотвращению пожароопасных ситуаций, с другой. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в настоящее время паводковая ситуация развивается в соответствии с прогнозом. Наиболее сложная ситуация может быть на юге Сибири и в отдельных субъектах Российской Федерации Дальнего Востока. Время наблюдается значительное превышение запасов снега и толщины льда на водоемах, и ранняя весна заставляет органы управления и силы РСЧС выполнять заблаговременно целый комплекс мероприятий. В настоящее время в пяти субъектах Российской Федерации уже подтоплено семь низководных мостов, часть низменных территорий, и выполняется субъектами Российской Федерации весь комплекс мероприятий по жизнеобеспечению населения, обеспечению транспортной доступности в населенных пунктах, созданы необходимые запасы материальных, продовольственных и медицинских ресурсов в тех населенных пунктах, которые традиционно будут отрезаны в период весеннего половодия от материковой части. Сформирована под эгидой РСЧС мощная группировка сил общей численностью свыше 700 тысяч человек и 160 тысяч инец техники. Федеральная авиация в количестве 155 самолетов и вертолетов оборудована всеми необходимыми техническими средствами. Мы планируем дополнительно провести комплекс на учении и тренировке по взаимодействию с наземными группировками сил, которые реализуют задачи по защите населенных пунктов от половодия. Мы обсуждали недавно это на совете безопасности, на совещании, и обратили внимание, что вы не планируете задействовать специальную технику, в том числе авиационную, некоторых ведомств, например, Министерство обороны. Вы обещали, что вы это всё пересмотрите, повнимательнее ещё раз гляньте. Владимир Владимирович, мы уже дополнительно проработали все эти вопросы. Техника авиационная и МЧС России, и Министерство обороны, и Росгвардии, пограничных войск ФСБ будет привлекаться для защиты населенных пунктов, критически важных объектов экономики. Кроме того, мы спланировали проведение дополнительных совместных учений, тренировок и подготовки экипажа для работы в сложных условиях. Эта задача будет выполнена. В части, касающейся усиления контроля за работой гидротехнических сооружений, совместно с федеральными структурами и регионами нашей страны, мы дополнительно установили контроль за 3,5 тысячами, в том числе бесхозяйных гидротехнических сооружений и уточнили все планы графики их работы. На наиболее опасных участках и гидротехнических сооружений, и дамбах спланированы дополнительные группировки сил. Кроме того, 13,5 тысяч авиадесантных подразделений подготовлены к быстрому и оперативному реагированию, 560 затор опасных участков находятся на контроле, и 160 бригад подрывников, готовые к выполнению возложенных задач. Особое внимание в период весеннего половодия мы уделяем обеспечению устойчивой работы всех социальных служб, это доступность медицинских услуг, быстрое оперативное реагирование на пожары, на ЧАЭС, также организуем временные переправы для доставки, в том числе и школьников, для посещения медицинских заведений. План-график развития весеннего половодия составлен, уточнены все проекты перегруппировки сил, и с учетом развития паводка, март-апрель мы планируем усилить наши подразделения на северо-западе, Повожье и Урал, а май-июнь – это Дальний Восток. Все мероприятия по жизнеобеспечению населения в период весеннего половодия осуществляются под эгидой Национального центра управления в клинических ситуациях. Все, что касается лесопожарной обстановки, уже в этом году потушено 15 природных пожаров, Краснодарский край, Приморский край и Республика Крым. Все пожары тушились в день возникновения. В целях реализации всех задач по защите населенных пунктов, социальной инфраструктуры, также сформирована мощная группировка сил, которая позволяет нам выполнять все возложные задачи. Правительством Российской Федерации подготовлены изменения в законодательные и иные нормативные акты. Мы сейчас занимаемся формированием эффективных механизмов их реализации на местах. Органы надзорной деятельности МЧС России, Министерства природных ресурсов, Минсельхоза в тесном взаимодействии осуществляем контроль за реализацией профилактических мероприятий по недопущению и лесных, и природных пожаров, быстрому и оперативному реагированию в случае их возникновения. Сформировано более 10 тысяч маневренных оперативных групп, которые позволяют реагировать на природные пожары. Также развивается система космического мониторинга за термоточками, и мы организовали уже доведение всей необходимой информации напрямую до органов местного управления, и энергично развиваются все системы технического наблюдения, лесной дозор и другие системы, которые позволяют мониторить состояние и лесного хозяйства, обратить особое внимание на охраняемые территории заказники-заповедники и, конечно, организовать взаимодействие с сельхозпроизводителями. Все мероприятия спланированы. Докладываю, что группировка сил, органы управления РСЧЕС подготовлены к выполнению возложных задач и с учетом развития ситуации и по весеннему половодию, и пожарной опасностью будут оперативно реагировать и принимать все необходимые меры. Причем прийти от нашей работы, это, конечно, безусловная защита жизни людей и восстановление в кратчайшие сроки социальной инфраструктуры. Доклад законодательства. Хорошо. Значит, рассчитываю на то, что структура будет работать ритмично ваша. У нас весь транспортный комплекс страны готовится к весенне-летним перевозкам, имея в виду авиационный транспорт, железнодорожный, речной, морской. Как идёт эта работа, в том числе по обеспечению перевозок тех наших граждан, которые имеют льготы на перевозке? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вся транспортная инфраструктура в штатном режиме готовится к пиковым нагрузкам, к пиковому пассажирам потоку весной и летом текущего года. Начну с одного конкретного вопроса. Это организация бесплатного проезда ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в мае 2017 года. Наши крупнейшие компании Аэрофлот и РЖД уже традиционно проводят свою соответствующую акцию по бесплатному проезду ветеранам-инвалидам Великой Отечественной войны. Что касается авиаперевозок, то в период начала мая, первые две недели мая, будет предоставлено право бесплатного перелета в экономическом классе внутри Российской Федерации, а при наличии мест возможного повышения класса, если такая возможность будет, безусловно, такая возможность перелета повышенного класса предоставляется Героям Советского Союза по кавалерам Ордена Славы. При этом каждый участник этой акции может оформить билеты для сопровождающих лица также бесплатно. Кроме того, кроме перелетов внутри Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие лица смогут перелететь и в страны СНГ, Прибалтики, Грузии, а также из всех стран бывшего Советского Союза, в европейские страны Болгарию, Венгрию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию. Билеты начнут оформляться 25 апреля, срок действия авиабилетов один месяц. Всю дополнительную информацию можно будет получить в любой момент по круглосуточным телефонам Центра информации и бронирования Аэрофлота. Что касается российских железных дорог, то будет обеспечено право бесплатного проезда по территории России в купейных вагонах и вагонах местами для сидения к дальним следователям всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим лицам, также в первые несколько дней мая. Причем открытие этих продаж начнется уже завтра, 15 марта, и этим правом уже с завтрашнего дня можно будет воспользоваться. Оформление производится, естественно, по документам, удостоверяющим личность, и право на льготу. Никакие дополнительные сборы и платы за сервисные услуги взиматься не будут при предоставлении данных билетов. Все вопросы, связанные с перевозкой наших граждан, будут контролироваться всеми работниками подразделений российских железных дорог. Этими льготами пользуются активно наши ветераны. Инвалиды несколько тысяч человек каждый год перемещаются по России и другие страны для участия в праздновании Победы Великой Отечественной войны, встречи со своими однополчанами, друзьями. Также докладываю по организации перевозок льготных групп наших граждан, семей в целом. Что касается авиационного сообщения, то в летний сезон особое внимание уделяется перевозке на юг нашей страны, в Крым, на Черноморское побережье Кавказа. В Крым льготные полеты планируется начать уже с 15 мая. В прошлом году, это был с 1 июня, пусть мы расширили период предоставления льготных билетов. Добавлено три направления, а всего их стало 61. Новые направления — это Орск, Сыктывкар и Сочи. Для этих городов также можно будет перелететь в Крым. Бюджетное финансирование запланировано на уровне 475 миллионов рублей. Программа полета в Калининград также расширит свое действие. Теперь это будет уже не 2, а 6 направлений, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это Мурманск, Архангельск, Петербург и также Сочи. Полет начинается также с 15 мая. Бюджетное средство — 370 миллионов рублей. Наконец, программа полета в Дальневосточный федеральный округ, еще один важнейший для нас регион страны, также прирастает тремя новыми маршрутами. Это маршруты из Красноярска, то есть из Сибирского округа в Благовещенск, Хабаровск и внутри Сибирского округа в Иркутск. Полеты начнутся 1 апреля. На 2017 год выделено почти 3 миллиарда рублей. В целом, соответственно, 3,5 миллиарда рублей выделено на субсидирование таких пассажирских перевозок, в том числе это 124 маршрута, из них 25 маршрутов в туристские репетиционные зоны. То есть это и в целом социальная поддержка, и особый акцент на туризм, на увеличение пассажиропотока в основные туристские регионы. Что касается железных дорог, то в целом в этом году мы ожидаем увеличение пассажиропотока по железным дорогам как в дальнем следовании, относительно небольшой, 1-2%, так и в пригороде. В пригороде значительное увеличение перевозок, около 10%. Это прежде всего московский регион, конечно же, в том числе и по туристическим маршрутам. Но в летний период наиболее популярные маршруты, это, конечно, опять же в сторону южных регионов нашей страны. Летом из регионов России к местам отдыха в Крыму, Краснодарском крае, на Черноморском побережье Кавказа планируется назначить дополнительно в связи с этим более 400 рейсов, как и в прошлом году. Это рейсы примерно из 20 городов нашей страны. При этом планируется дополнительно перевезти также около полумиллиона детей. Это особая категория. Естественно, семьи стараются выезжать с маленькими детьми, а также отправлять детей в составе туристических групп и на санаторно-курортное лечение, обслуживание. Будет более 200 рейсов специальных перевозок для детей. Это особая программа, которую реализует российская дорога. В том числе 28 специальных составов из самых новых вагонов. Но в целом РЖД старается для таких перевозок использовать исключительно новые вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами. Все эти вагоны оборудованы ремнями безопасности на верхних полках, для исключения падения детей с верхних полок. А также все эти маршруты особым образом отслеживаются в информационных системах, что позволяет быстро реагировать на любые проблемы, связанные с опозданием детей и групп, организованных питанием, медицинским обслуживанием. Особенностью этого года будет предоставление права льготного проезда не только в плацкартных вагонах, но и в купельных вагонах, чтобы максимально комфортно могли сенье с детьми переместиться к местам отдыха. Также мы продолжим программу единого билета для тех наших граждан, семей, которые следуют в Крым. Продажи уже начались, уже предвидуя билеты по этой программе. И РЖД продолжает развивать туристическое направление своей деятельности. Специальная компания РЖД Тур предоставляет туры выходного дня. Такие города, вот зимой было, как Великий Усть, Кострову. В летний период в городах, где летние программы осуществляются, также такие туры будут осуществляться. Ретро-поезд, а также есть специальная программа для наших зарубежных гостей, прежде всего из Китайской Народной Республики. Все больше популярность у них сделает маршрут из Китая по регионам Сибири и Урала. Уже несколько тысяч человек в прошлом году было перевезено в этом вот программе. В этом году эта программа расширится. Хорошо. Все под контролем. Лично также следую за эту программу. Спасибо. 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 Спасибо.